Всем большой привет, ребята! С вами Раиль Арсланов и добро пожаловать на мой музыкальный блог. Сегодня у нас в гостях один из немногих профессиональных звукорежиссёров в Казани, Ильнар Шайдулин, познакомьтесь. Здравствуйте, дорогие друзья! Да, и сегодня хотелось бы поговорить на очень-очень важную, интересную тему, о том, как создать домашнюю студию самому. И у нас есть эксперт сегодня в гостях, и я думаю, он всё по полочкам разложит, чтобы вы, друзья, уже понимали всю суть создания студии, стоит ли, как это всё дорого обойдётся. Ну, а о всём расскажет Ильнар. Спасибо, Раиль. Любая домашняя студия начинается с компьютера, прежде всего. У нас на рынке существует в основном две платформы. Это Macintosh и PC. Ну, в России у нас так сложилось, что в основном все работают на PC. Это, как правило, Windows. Но сейчас уже начинают многие переходить на Mac. Ну, Mac – это, простыми словами, Apple. Компьютер Apple. Чем они лучше? Во-первых, на них меньше глюков. Они более стабильно работают. Вирусов на них практически нет. Но они дороже. PC, то есть Windows, они значительно дешевле, но вы замучаетесь с вирусами, с глюками и так далее. Под эти две платформы, в принципе, достаточно профессиональных программ. То есть для написания музыки или для многодорочного сведения. Какие у нас программы представлены на рынке? Самый распространенный для тех, кто пишет музыку на компьютере дома или аранжировки какие-то делает – это, наверное, Cubase. Он существует как под Mac, так и под PC. Следующая программа по популярности, наверное, это Logic. Она существует в данный момент только под Mac. Раньше она еще была под PC в пятой версии. Но это было слишком давно, еще в 2003 году, наверное. Далее, что у нас используют Ableton Live. То есть это тоже профессиональная программа. Но в основном ее используют те, кто пишет только электронную танцевальную музыку. Ну и есть также на рынке Fruity Loops. Но, честно говоря, я ее бы отнес к непрофессиональным программам. Она очень примитивна. И там много, скажем так, ограничений, особенностей в работе с аудиоматериалом. Какие бы программы я рекомендовал для домашних таких студий? Ну, если вы работаете под PC, наверное, это все-таки Cubase. Чем хорош Cubase? Он очень удобен, довольно функционален, что по работе с MIDI-материалом, что по работе с аудиоматериалом. Ну, то есть в ней можно сводить, делать аранжировки и так далее. Он существует под Mac и подписи. Logic существует только под Mac, как я уже говорил. Но плюс его в чем заключается? У него есть уже встроенная библиотека звуков. Достаточное количество плагинов. Работает он немного стабильнее, чем Cubase. В то время как Cubase, кстати говоря, он не имеет практически в своем арсенале встроенных каких-то звуковых библиотек, качественных. Ну и набор плагинов там оставляет желающим, честно говоря. Далее. Облетон Live. То есть, как я уже говорил, он в основном подходит для тех, кто пишет электронную танцевальную музыку. Программа не такая уж и старая по сравнению с Cubase, который в 1991 году появился. Live появился в 2002 году, насколько я могу помнить. Плюс его в чем? Он имеет огромное количество плагинов. Программа работает очень стабильно. То есть, вот сколько я работал, он мне ни разу не вылетел. Это удивительно, конечно. Но минусы у него тоже есть. Он жутко неудобный, честно говоря. Для меня, для тех людей, кто привык работать в каких-то традиционных миди-редакторах. То есть, это Logic, Cubase, Studio One, Samplitude и так далее. То есть, программа такая концептуальная. Я также сейчас слышал про программу Pro Tools. Что скажешь по поводу? Да, Раиль, хороший вопрос, спасибо. Программа Pro Tools изначально предназначена для звукорежиссеров, для киноиндустрии, для музыкальной звукозаписывающей индустрии. Для домашних студий, то есть, тех, кто занимается аранжировками, я бы не рекомендовал использовать Pro Tools. Во-первых, он не совсем подходит. Для Pro Tools не так много написано сензаторов, я имею в виду виртуальных. То есть, формат у него другой, ни VST, ни Audio One, как у Logic и у Cubase. У него совершенно другой формат. Работа с миди не такая удобная, как в Logic и в Cubase. Поэтому, все-таки, он заточен именно для звукорежиссеров. То есть, для аранжировщиков, для домашних студий, я бы не рекомендовал его использовать. Понятно. И в итоге, какая программа остается? И подведем итог по программам вот этим. Если вы занимаетесь аранжировками, какими-то поп, рок, песнями или хип-хоп, то я рекомендовал бы Cubase или Logic. Если вы занимаетесь электронной танцевальной музыкой, то Ableton Live самое то. Все понятно. Это первый, самый главный фактор – купить компьютер. Пожалуй. Да. Дальше что нам нужно, чтобы начать строить дома студии? Начнем, вернее, продолжим дальше. Мониторинг. Мониторинг. То есть, немаловажная составляющая. Кто-то любит работать в наушниках, кто-то в мониторах. При ограниченности бюджета, скажем, не мониторы, а колонки приобретают. Кто-то и то, и другое. То есть, если человек работает ночью, в колонках уже не поработаешь, то есть, уже в наушниках надо. Начнем с мониторов. Из таких доступных мониторов можно приобрести для домашней студии, например, Yamaha. МСП-5 версии, то есть, они 5-дюймовые. Ну, или КРК можно приобрести. То есть, они стоят, скажем, где-то 20 тысяч за штуку, наверное. Если дороговато, то можно приобрести, скажем, колонки какие-нибудь. Это типа Microlab версии Pro, то есть, Pro 2, Pro 3. Они, к сожалению, подскочили в цене, то есть, поскольку пользуются спросом большим. Ну, еще лет 6 назад они стоили, ну, совершенно смешных денег. Там, тысячи две-три, наверное, не стоили за пару. То есть, сейчас они, конечно, дороже стоят. Вот. Рассмотрим вариант с наушниками. Если говорить о наушниках, более-менее подходящих для сведения, для создания каких-то песен, аранжировок и так далее, из вполне доступных и качественных наушников я рекомендовал бы АКГ. 240-ые, 121-ые, 141-ые. Это полуоткрытого типа. Есть закрытого типа, это 171-ый, 271-ый. Ну, раньше они стоили где-то в районе 5 тысяч. А закрытый, открытый отличается? По цене очень, ну, небольшая там разница. При записи? При записи вокала, скажем, да, лучше, конечно, использовать закрытого типа. То есть, это 171-ый, 271-ый. Вот. Но, если заниматься в них сведением, то голова быстрее устает, нежели в полуоткрытого. Шумы не попадают лишним. Да. Сильнее закрытого. Да, 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 все верно. Есть еще одна довольно-таки хорошая контора, производящая наушники, это Шенхайзер. У них серия 500-ые, скажем, то есть, там, 598-ые, 595-ые. Они открытого типа. Ну, по-моему, звучат они немного качественнее, чем АКГ. Ну, цена примерно такая же у них. Ну, и из топовых наушников это Шенхайзер 600-ые, 650-ые. Ну, стоит отметить, что 600-ые больше подходят для тех, кто занимается академической классической музыкой. Потому что у них все-таки нет ни за... 650-ые, ну, по-моему, универсальные. Но это уже наушники совершенно другого ценового диапазона. Ну, раньше они стоили 15, сейчас вот с курсом доллара они стоят под 30 уже. Ну, скажем, бюджетный вариант для домашней студии. Для домашней студии я рекомендовал бы АКГ. АКГ? 171-ые, 240-ые. То есть, уже в зависимости от того, какие предпочтения открыты... Полуоткрытые или закрытые. И цена примерно? В районе 7-ми где-то они стоят. Угу. То есть, по нынешним курсам вот этим. Угу. Но все равно, наверное, нужно иметь и колонки, и наушники, чтобы... Конечно, да. Для того, чтобы перепроверять результат. То есть, если вы работаете только на одних системах акустических, лучше, конечно, проверить и на других. То есть, как там будет звучать, надо посмотреть. Угу. Можно уже что-то другое приобрести. Не все сразу. Да. Но мы еще даже не дошли до главного, до записи. Да. Дальше там микрофон, наверное. Да, да, да. Все верно. Микрофон. Вообще, для записи вокала принято использовать конденсаторный микрофон. Ну, на пауке. Но они довольно дорогие. Даже какие-то со стойкой. Да, да, на пауке. Угу. Вот. Довольно дорогие. Но, скажем, из более-менее доступных, при хорошем соотношении цена-качество, я рекомендовал бы использовать микрофоны наши, тульские. Есть Octava. То есть, они давно уже производят, и довольно качественные микрофоны у них. Они вполне разумных денег стоят. Есть японские аудиотехника. То есть, тоже вполне качественные микрофоны. Но немецкие уже, Neumann, Telefunken, Shops и так далее, это уже слишком дорогие микрофоны. Они себе могут позволить только в крупной студии. Дома, конечно же, смысла нет. Там один микрофон стоит у них на пауке тысяч по 60. Самый большой. Ну да, наверное. Вот поэтому вполне можно приобрести аудиотехника или Octava, тульский. Вполне нормальные микрофоны, я записывал на них. Сколько будет? И сравнивал, кстати говоря, с Neumann'ами. Угу. Они не проигрывают. Я бы так сказал, да, не проигрывают. И сколько по цене? Ну, где-то тысячу, двенадцать стоит нормальный, хороший микрофон. Угу. Шурский. Шур, микрофон и Шур. В основном они делают такие динамические ручные микрофоны концертные. Вот, я вот даже где-то был. Ну вот, мороженое, традиционное Шур. Он в основном предназначен для концертных выступлений. Но если ситуация такова, что бюджет слишком ограничен, то можно, конечно, и дома записывать. Также существует на данный момент серьезный конкурент Шура. То есть в плане вот этих концертных динамических ручных микрофонов. Это компания Schennheiser. Она выпускает очень хороший микрофон ручной, то есть который активно применяется. Это Шенхайзер Е945. Довольно хороший микрофон. Ну, по-моему, немножко у него приподняты верхние частоты в районе восьми. То есть S у кого голос есть, она будет сильно выделяться. Вернемся немножко к Шурам, к этим старым. Ну, это у меня какой-то новой модели здесь. Подделок, к сожалению, очень много. Но на данный момент из официальных мексиканский выпускается. И существуют также старые Шуры, то есть которым по 30 лет, по 40 лет старые. У меня был такой. Мы его заказывали из Америки. Разница лишь в том, что у него верхняя середина, то есть в районе 2 кГц, по-моему, немножко помягче вот звучит. Чуть-чуть помягче. Но мексиканская замена тоже довольно-таки неплохая. Можно использовать. Больше для записи вокала или инструмента ПТН? В основном вокал. Потому что для инструмента больше использовать 57-й. То есть это 58-й, есть 57-й. Потому что 57-й для вокала это немножко не то. Ну, в общем, я приобрел тогда микрофон, но не знаю, куда дальше. Ну, втыкаться, чтобы записывать вокал. Что делать? Спасибо. Вопрос понятен. В любой студии, домашней студии, имеет звуковую карту. Или по-другому называется аудио интерфейс. Это внешнее устройство. Оно может быть как USB, так и FireWire. Иногда бывает PCI. Которое соединяет ваше устройство, записывающее, с компьютером. Выглядит примерно следующим образом. Ну, у меня вот карточка Focusrite. Ну, так у нас среднего ценового диапазона. Втыкается в разъем у нас в XLR обычного микрофона. Ну, для начала давайте соединим наш кабель XLR с микрофоном. По-другому он называется еще Canon. Ну, многие его называют Canon, хотя их неправильно. Вот. Наш разъем XLR мы втыкаем в гнездо для микрофона. Вот сюда. Здесь есть предусилитель. То есть, если погромче надо сделать, пожалуйста, можно покрутить. А дальше к компьютеру при помощи USB, да? Да. Здесь у нас имеется интерфейс USB, и он соединяется уже в компьютер. Немного средства. Бывают также FireWire звуковые карты. Это звуковые карты уже более скоростные, что ли. Но с ними проблемы тоже есть. Особенно если работать на Windows. На это Focusrite, да? Это Focusrite, да. У них есть как USB, так и FireWire звуковые карты. Угу. Вот. Если вы используете конденсаторный микрофон, то здесь есть еще дополнительно фантомное питание 48 В. То есть, чтобы запитать саму схему микрофона. Для чего это? Непонятно. Кнопочка для чего? Для питания конденсаторного микрофона. То есть, для динамического микрофона это питание не нужно, а для конденсатора оно обязательно. Угу. Да, понятно. Ну, я еще встречал разъемы с простыми джеками. А! Как правило, микрофоны с разъемами джека, это для караоке, то есть, какие-то такие слишком домашние, так скажем, да? Они есть. В общем, не стоит брать. Да. Я бы не рекомендовал. Вот. Пару слов хочу сказать о джеках самих. То есть, какие лучше покупать, да? Если человек там гитару записывает или выступает, играя на гитаре или на каком-то другом инструменте. Очень хорошая контора, производящая разъемы и кабели тоже. Это японская фирма Канара. Угу. Есть еще одна фирма, это фирма Магами, тоже японская. Они в основном уже готовые изделия продают. Обратим внимание на кабель фирмы Канара, то есть, обычный балансный кабель. Угу. В других фирмах, скажем, не Канара, мы видим только один плюс и один минус, да? Ну и землю. А здесь у нас по два провода на каждый контакт. То есть, почему? Как утверждают инженеры компании Канара, данная схема, вернее, данная концепция, что ли, данное решение позволяет уменьшить уровень шумов на 6 дБ. То есть, в два раза. Серьезно, да? Вот. У нас в джеке, скажем, три разъема, то есть, на один контакт, извините, по два провода появится. Вот. Поближе. Кабель очень хороший, как для студийных, так и для концертных. На концерте применять, конечно, не все применяют, потому что это дорого. Вот. Но метр вот раньше стоил где-то рублей 300. Вот. На концерте, если вы используете их, скажем, у них вот красный, синий, желтый, зеленый есть, они светятся. То есть, при темном свете, на каком-то, они светятся. То есть, на них уже не споткнешься, так скажем, да? Заматываются они очень хорошо. То есть, более-менее твердая, жесткая облетка у них, изоляция. Вот. И кольцом очень удобно сматывается. В сравнении с дешевыми. Которые очень сложно замотать их кольцом. И в итоге внутри провода уже скручиваться начинают. Да. И деформироваться. Это, конечно, очень плохо. Лучше один раз купить, запаять, и всю жизнь им будет служить. Поэтому я рекомендовал бы сразу покупать хороший кабель. И тем более, они сделаны из-за хорошей меди, то есть, бескислородной меди. Очень качественное звучание дает. Отлично. Ну, в итоге я приобрел компьютер, скажем, колонки, наушники, шнуры для микрофона, сам микрофон, карту звукозаписи. И дальше, если мне нужно записать, например, какой-то инструмент, который сложно достать. Я знаю, что применяется миди-клавиатура для замены, для имитации инструментов исполнения. Вот какую миди-клавиатуру нужно купить, и вообще, стоит ли брать, пригодится. Вопрос понятен. Спасибо. Тут, конечно, нужно уже скакать от бюджета. Самые дешевые на рынке представлены, это компания Эдиролл выпускает, СМЕ, Берлинджер есть еще. Но их качество, конечно, оставляет желать лучшего. То есть, сама механика, функционал, драйвера, то есть, это, конечно, все на низком уровне, так скажем. Но они самые дешевые. Чуть выше ступень Маудио, то есть, Маудио, вот эти Акай клавиатуры. Акай, может, чуть-чуть, они дороже, чем Маудио. Ну, практически, это один диапазон. По ценам, значит, что у нас, если брать 4-х октавные какие-то клавиатуры, Маудио, с контроллерами. То есть, вот у меня здесь клавиатура, я ее еще давно покупал, это 2005 год, наверное. Она функциональная, ну, здесь 4 октавы, контроллеры. То есть, для чего служат данные контроллеры. Если вы хотите настроить, скажем, данные контроллеры как фейдеры, то это можно, в принципе, сделать. Довольно несложно. Но это все обязательно, да, для... Это не обязательно, просто как дополнительные опции. Без контроллеров клавиатуры, они, ну, самые дешевые, так скажем, да. Где-то стоят в районе 10 тысяч, наверное. То есть, 4-х октавные, если вот эти ролл, там, да, CME, эти, конечно, будут подороже. Где-то в 1,5-2 раза, наверное, они максимум. А если бы мне просто нужна была клавиатура, ну, и поменьше, конечно же. Я знаю, что можно переключать октаву при помощи какой-то кнопки. Да, здесь вот есть кнопочки. Ну, практически на всех клавиатурах есть эти кнопки переключения октав. Ну, а если поменьше, например, взять, не только большая. То есть, вы хотите, если двухоктавную, да, скажем? Да, и бывают двухоктавные, но следует, конечно, учесть, что для игры двумя руками она уже не подходит, так скажем. Да, ну, в попсе там... Ну, да, кто там хип-хоп пишет, это вполне возможно. Да, они подешевле. С контроллерами, скажем, с минимальным набором контроллеров, двухоктавные, ну, будут стоить где-то в районе 7 тысяч. Новые, разумеется. Алисис выпускает такие, M-Audio у них тоже есть. Ну, в основном, вот я видел, они, наверное, с контроллерами. Без контроллеров тоже есть, но это уже с маленькими клавишами. То есть, такие компактные, переносные. Вот такие клавиатуры тоже имеются. Вот это у нас такой самый распространенный, пожалуй, вариант. Четыре октавы. Ну, с контроллерами без, это уже, наверное, исходя из нужд каких-то, да? Далее, значит, колесо pitch-band, то есть, на пол-тонно вверх, на пол-тонно вниз. В основном на всех они есть, даже где нет какие-то контроллеров, но в основном они всегда имеются. Ну, и modulation, то есть, вибрато или фильтр. В основном они сейчас у нас имеют интерфейс USB. По USB работают. Но, как правило, всегда у нас имеется на клавиатурах среднего такого класса MIDI разъем. То есть, он не требует драйверов. Ну, и, по-моему, работает как-то с меньшей задержкой, нежели USB. Потому что для USB все равно у драйвера, конечно же, нет. Хорошая фишка. Это у нас средний такой диапазон. Если же вы пианист, да, или вам нужна какая-то молоточковая механика, то я рекомендовал бы клавиатуры Roland, но это, в основном, наверное, старые версии. Это серия A, A80, A90. Они обладают очень хорошей качественной механикой. Это специальная MIDI-клавиатура. То есть, это не синтезаторы, не пианино, а именно MIDI-клавиатура специальная. Также имеется MIDI-клавиатура у компании Akai. Довольно качественная. Но эта клавиатура уже подороже. Они стоят под 40 тысяч уже. Для эстрадников, скажем, пианисты-эстрадники, они очень любят стандарт Rodos. То есть, не 88 клавиш, а 76 тоже имеются с молоточковой механикой. Это Ensoni KS32. В основном такие вот. Ну, для домашней студии все-таки в итоге... В итоге для домашней бюджетной студии я рекомендовал бы 4-октавную MIDI-клавиатуру. Компания M-Audio или Odessis. Чуть-чуть она может быть подороже. Звуковую карту USB. То есть, я хочу подчеркнуть, что USB. Потому что у FireWire все-таки проблем побольше будет. Для них нужны специальные контроллеры на компьютерах. То есть, желательно Texas Instruments. То есть, проблем больше с ними. То есть, сюда же можно воткнуть и MIDI-клавиатуру, микрофон. Здесь даже есть разъем MIDI-in. Вот, 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 MIDI-in. То есть, абсолютно все сюда. Да. Все инструменты. Ну, эта карта, скажем, для домашней студии, может, дороговато будет. Это у меня Scarlett 18,6. По-проще, с MIDI-разъемом, это 2.4. Так, Focusrite 2.4. Довольно хорошая карта. Удобная. С драйверами у них все в порядке. И по цене нормальная. Стоят они где-то до 10 тысяч, наверное. Ну, это по нынешнему цену, так скажем. Это все дело я покупал на eBay. Ну, и последний вопрос на сегодня. Вот, я как гитарист хотел бы узнать, как все-таки правильно записать гитару в домашних условиях. Я думаю, самый популярный инструмент в домашних условиях его записывают так же часто, как вокал. Что делать? Спасибо за вопрос. Гитара, ну, скажем, самый простой способ записать, конечно же, через звукосниматель, то есть, через джек. Разве, да? Как мы уже показывали, то есть, один конец втыкается в вашу гитару, другой конец втыкаем, если у нас есть универсальный разъем, в него, сюда. Ну, или если нет универсального, то задний разъем, да? Желательно, конечно, при записи гитары или другого инструмента использовать так называемый G-Box или Direct Box. То есть, это такая коробочка, которая выравнивает сопротивление, выходное сопротивление гитары и входное сопротивление предусилителя. То есть, до втыкания гитары. Звуковая карта нужно еще... Желательно, желательно, конечно. То есть, для того, чтобы уменьшить уровень шумов, наводок там и так далее. Но, в основном, этим пользуются на концертах и в профессиональных студиях. В домашней студии, ну, можно, как бы, и без G-Box, так скажем. А, вот, я что-то слышал, чтобы гитару, как бы, записать дома предусилительную. Это вот это получается? Здесь у нас в звуковой карте уже имеется предусилитель. То есть, вот. А бывает без? В большинстве звуковых карт, внешних аудиоинтерфейсов, этот предусилитель имеется. Дело в том, что внешние какие-то предусилители, то есть, не входящие в комплект звуковой карты, внешние, они, ну, покачественнее, разумеется, а не соответствующего ценового диапазона. То есть, они имеют уровень собственных шумов поменьше, чем встроенные. Хотя, существует и ряд звуковых карт высшего уровня. В них и встроенные предусилители звучат довольно-таки качественно. Ну, это звуковые карты уже Мату, РМЕ. Ну, их цена уже 80 тысяч, 90 тысяч. То есть, ну, это не подходит для нас диапазон. Ну, в общем, с этим я понял. А какой же второй способ записи? Второй способ записи гитары, он, ну, больше такой, наверное, похож на студийный, я так думаю. Это запись через микрофон. Если говорить о записи акустической гитары, то микрофон направляется на розетку. Или на переднюю деку. Вот. На расстоянии сантиметров 10-15 хотя бы. То есть, тут уже больше зависит от того звука, который вы хотите получить. То есть, план ближний или общий. А зачастую в студии могут записывать также гитару в стерео режиме. То есть, на два микрофона. Это расширяет звучание. То есть, если у вас, допустим, соло-гитара. Вот как у Томми Мануэля, его зовут, если я не ошибаюсь. У него гитара звучит очень широко. Это записывается на стерео. Тоже к розетке два микрофона? Да. Немного в перекрещенном таком режиме. С кем? А если вот сочетать в розетку звукосниматель круговой есть же? Ставится. То есть, внутрь розетки? Да. Закрывающий розетку плюс микрофоны. И соединить эти два звукополученных. Ну, вполне можно, да. Просто следует учитывать, чем больше микрофонов используется при записи, тем больше звук, как бы это сказать, мутнее, что ли. То есть, поскольку у них всё-таки имеется у каждого микрофона своя амплитудно-частотная характеристика и ещё фазочастотная характеристика. Поэтому, чем меньше микрофонов используется при записи, тем чище получается запись, так скажем. Более прозрачная. Ну, понятно. Когда запись производится в стереорежиме, разумеется, эти два микрофона должны быть из одной серии. То есть, идентичны, одинаковы. Одной, не одели и так далее. Тогда можно добиться хороших результатов. Если мы говорим о записи электрогитары при помощи микрофона, то здесь используется запись через комбик. То есть, подзвучивается комбик микрофоном. Зачастую это микрофон инструментальный ШУР СМ57. Такой, ну, более бюджетный, скажем. И по качеству, который тоже удовлетворяет. Если брать какие-то небюджетные, скажем, случаи, такие, конечно, там уже более дорогими комбинсаторными микрофонами записываются. Но запись на ШУР СМ57 тоже вполне удовлетворительна. На расстоянии от комбика микрофон примерно вот как два пальца. То есть, расстояние от микрофона до диффузора непосредственно. А если вот комбик плюшевый? Если же у вас комбик такой бюджетного уровня, конечно, лучше записать гитару без этого комбика напрямую сразу в звуковую карту, через предусилитель. И воспользоваться уже эмуляцией каких-то комбиков, то есть, плагинами. Гитар-рик, Line 6, под, есть они тоже в софте. И получаются довольно хорошие результаты. Если же у вас комбик, ну, такой уже авторитетный, так скажем, ну, Marshall 500 какой-нибудь, да? Или Vox какой-нибудь. То есть, тут уже больше от стиля зависит. То есть, там, металл или классический рок и так далее. Конечно, лучше воспользоваться данным устройством, то есть, комбиком ламповый, транзисторный или еще что-то. Здесь уже запись можно получить более качественной, нежели если пользоваться софтовой эмуляцией. Потому что железо, оно всегда на порядок выше звучит, чем софт, если мы говорим о одном уровне каком-то. Все понятно с гитарой. В общем, ребята, мы рассмотрели все необходимые вещи для создания студии самому. И сейчас подведем небольшой итог, как создать бюджетную студию. Ну, какая цена нужна для того, чтобы приобрести все необходимые инвентарии, вещи, программы. Ну, чтобы создать более-менее хорошую студию. И начнем с того, что компьютер наверняка у вас у всех есть. И поэтому мы его не включаем в цену. И начнем с колонок. Вот сколько будет стоить колонок? Ну, в среднем 15 тысяч за пару колонок. Значит, 30. Нет. А, за пару. Все, 15 есть. Дальше идем в микрофон. Ну, где-то 1008. За конденсаторный микрофон на пауке. Все, получается уже около 23 тысяч. Дальше нам нужна... Так, MIDI-клавиатура. MIDI-клавиатура 4 октавы, если рассматривать этот вариант. Ну, где-то тоже в районе 8 тысяч такая простая MIDI-клавиатура без контроллеров. Ну, где-то около 8 тысяч будет стоить. Значит, уже около 31 у нас получается. Ну и, конечно же, что у нас остается? Звуковая карта. Звуковая карта такого среднего ценового диапазона тоже около 8-7 тысяч рублей. Ну, из раздела, скажем, вот Focusrite, вот таких, или там M-Audio каких-то, да? То есть, в основном они стоят около 8 тысяч, такие хорошие карты, где имеются два входных микрофонных разъема, два линейных, выходные наушники, разъем MIDI, ну и сама звуковая карта USB. Ну, у нас уже получается 40 тысяч. Давайте округлить. Ну вот, ребята, получается, чтобы сделать и довольно неплохую студию, ну, чтобы и сохранить деньги, получается, нам нужно не менее 40 тысяч, чтобы создать студию бюджетную. Ну, это без компьютера, конечно же, не учитывая цену компьютера и софта. Вы всегда, конечно же, сможете скачать его. Ну, также существуют уж на крайний случай какие-то бесплатные программы, да, для начала, скажем, творческой какой-то карьеры. Вот, они имеются, эти программы, бесплатные. Ну, и мы же посчитали всю нашу цену, исходя из того, что это все новый продукт. То есть, не БУ, вы, конечно же, можете купить уже подержанный товар, что будет гораздо дешевле. Да, на eBay. Ну, и eBay, да. Также существует сайт injapan.ru, там товар значительно дешевле. Может быть, ассортимент поуже, скажем так, будет. Но все-таки значительно дешевле на injapan. То есть, вы там можете приобрести звуковые карты, миди-клавиатуры и тому подобное. То есть, много-много всего. То есть, можно сэкономить еще? Да, можно еще сэкономить, купив на injapan. Ну, ребята, каждому свое, как говорится. То есть, каждый решает сам, дорого ли это или мало для создания такой вот студии. Но, я думаю, стоит вложиться в создание своей студии, чтобы записывать действительно стоящие вещи, чтобы не тратиться на студии. Потому что, как я знаю, сейчас в Казани у нас час записи 800 рублей практически везде. Поэтому, если вы записываете песни очень часто, я думаю, на эти деньги можно было бы создать свою студию. Поэтому решайте этот вопрос скорее. Ну, а у нас в гостях был Ильнар Шайдулин. Внизу, в описании под видео, я оставлю ссылочку на его канал. Он открыл, кстати, недавно свой канал на YouTube. И пару видосов уже выложил. Я надеюсь на вашу поддержку, ребята, что вы поддержите его канал, где вы сможете познакомиться с обучалками и фишками по созданию музыки и звукорежиссуре в программах Coupace, Pro Tools, Logic, Ableton Live и Sibelius в том числе. Да. Ну и вот вам даю ссылочку на его канал. А здесь вы можете найти ссылочку на мой музыкальный блог. То есть, нажав на него, вы подписываетесь на мой музыкальный блог, кто не знает. И получаете такие же клёвые ролики, как сегодняшний. Надеюсь, сегодняшний ролик был полезен вам, ребята. Ставим лайк, если это действительно так. Комментируйте и оставляйте свои заявки для следующих выпусков. То есть, какую тему рассмотреть с профи. Ну, а мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Пока.